Ощущение, что мы на море не только из-за жары, но еще потому, что у нас в гостях такая вот замечательная Чайяна. И не только. Алина Ахметьяна, волонтер Центра реабилитации животных Ургао, пришли сегодня к нам, чтобы рассказать эту историю. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, откуда эта чайка у вас вообще? Да, как это произошло? Чайка к нам приехала из Пермска, Края. Девушка ее нашла на остановке с вывернутым крылом. Сразу же они поехали в ветеринарную клинику, где ей оказали первую помощь. И, к сожалению, крыло собрать не удалось, поэтому его ампутировали. После достаточно долгого курса реабилитации Ольга забрала ее к себе на два года. Она жила в клетке вместе с собакой. Но по стечению не очень хороших обстоятельств у Ольги умерла собака. И в это же время чайке опять стало плохо. И уже в нашем городе ее перевезли в другую клинику. Она привыкла в смысле к собаке и стало плохо? Либо, ого, ничего себе. То есть она, несмотря на то, что она не очень социализированная, она достаточно спокойно относится к обстановке, к смене обстановки. Про социализацию как раз хотелось бы поподробнее узнать. А вдруг сейчас кто-то из добрых людей смотрит, кто может забрать себе? Потому что в дикой природе она жить не может по понятным причинам. И ей нужен хозяин. Может, у кого-то загородный дом огромный, где гуси, утки, а она, как мы знаем, уживается легко, да? Как она ладит с другими животными? Что ей нужно? Я думаю, что не очень хорошо она ладит с другими животными. То есть просто выпустить, как кошечку по дому, ее, к сожалению, будет нельзя. Ей обязательно нужен вольер, где она может прыгать и обязательно купаться. Потому что все-таки это птица водная. И в первую очередь ей нужна вода, много воды. Пристраиваем мы ее только в готовые условия, в большую клетку. Но и также обязательно с соблюдением всех рекомендаций ветеринарного врача-орнитолога. Чем питаемся? Рыбкой, творожком. И, в принципе, у нее очень обширный рацион. Даже мы так не кушаем, как кушает она. Как раз хотел спросить, а чанька? Чем питается? А как проводит время она? Она в клетке бегает, что она шумит, с ней надо как-то играть, заниматься. Ну, просто обычно в природе она же без остановки летает. Летает, да. Или, наверное, очень тяжело. На самом деле они очень часто летают только когда кушают. То есть они достаточно много времени проводят и сидя, и стоя. Это такая очень универсальная птица, ей, в принципе, все равно. Но, конечно, в самую большую часть времени она плавает, а не летает. Ей нужен даже какой-то бассейн? Да, конечно, бассейн. То есть в идеале, конечно, ей нужно прямо пространство, где она сможет плавать и купаться. Даже нырять. А вот если Лера сейчас пальчик в клетку засунет? Ничего не будет, нет. Птица уже достаточно социализирована, несмотря на то, что она все-таки дикая. Да, с ней предстоит работа, чтобы она привыкла к человеку, который ее заберет. Но это возможно. Я никогда не видела близко так чайку. Не поверишь, чайки никогда не видели так близко Шелковникову. Она может есть с хозяевом из одного стола? Ну, в смысле, у нее все-таки есть диета какая-то или нет? Конечно, у нее есть определенный рацион. Они аллергики на определенный вид продуктов. То есть им нельзя крахмал, им нельзя цитрусовые. Ну, в принципе, достаточно перечень большой. Весь его не огласить. Если вам понравилась чаяда, если вы хотите пообщаться с ней поближе, и у вас есть возможность забрать ее себе, есть огромный вольер, да? Да, правильно. Готовы кормить ее свежей рыбой, каждое лето возить на юга, да? Ну, она нет, кажется. Обращайтесь по номеру 8-912-667-0070. Это центр реабилитации животных уркал, правильно? Да. Все верно. А можно спросить, а вот если кто-то не может забрать сейчас себе эту чайку, но очень хочет как-то помочь, он должен принести вам рыбы? Можно прийти познакомиться в центр реабилитации животных с чайкой прямо лично, то есть попробовать поухаживать за ней, покупать ее, потому что это тоже достаточно непросто. И уже отталкиваясь от этого, возможно, какую-то денежку, да, подарить, возможно, принести ей рыбу или назначение ветврача, которые были ей предписаны. Ну, вариантов помочь много. Да, достаточно. Нам осталось вас поблагодарить за то, что уже два года жена у вас, да? Нет, у нас она уже около двух или трех месяцев. А. Сначала она жила у девушки два года. А, у девушки два года. Да, потом у девушки умерла собака и решили с центром реабилитации обменяться. А как девушка зовут? Ольга. Оленька, вам спасибо большое, что вы вот такой добрый человек, дай бог вам самого лучшего всего. Вам тоже, Оленька, спасибо большое. Спасибо, что пришли к вам вместе с Чаяной. Так нельзя говорить, но надеемся, вы больше к нам не придете. Вот, ну, в смысле, по этому поводу здесь мы этот вопрос уже решим. Спасибо вам большое. А наш эфир продолжит культ-обзор, наш верный проводник в мир интересного досуга.